Всем привет, друзья! Когда вчера я обратилась к зрителям с просьбой набросать мне каналы, на которые просто необходимо сделать обзор, кто-то предложил канал Стас Аскет. Я вам так скажу, я вообще без понятия, я не видела, не слышала вообще, то есть ни разу, даже в упоминаниях, я не слышала ничего про этот канал. Поэтому можно сказать, что я вам сейчас выдам свою первую реакцию. Но тем не менее, так как я люблю точность, я произвела некие исследования. Итак, как только я зашла к нему на видео, я посмотрела на его просмотры. Просмотр у него очень хороший, в общем там от 150 тысяч до 600, больше я не нашла. Возможно, я плохо искала. Сразу обратила внимание на акцент этого Стаса и поняла, что он, скорее всего, не россиянин. Зашла в описание канала и увидела, что он украинец, то есть канал зарегистрирован на Украине. Зашла в Social Blade и посмотрела, сколько зарабатывает его канал за последний месяц. 4,5 тысячи долларов зарабатывает этот блогер. Ну, если, конечно, у них в Украине монетизация такая же, как в России. Кроме того, я хочу сказать, что контент у него годный. Как вам сказать, реклама у него дорогая. То есть, возможно, что он зарабатывает больше, чем 4,5 тысячи долларов. Правда, в комментариях я там прочитала один комментарий, что, типа, у него монетизации нет. Что-то мне верится с трудом. У меня вообще премиум стоит. Поэтому у меня нет возможности посмотреть. Есть у него реклама в видео, нет рекламы в видео. То есть, нет, вернее, я неправильно сказала. Реклама в видео у него по-любому будет. Ну, как бы, кому достаются денежки, непонятно. То ли Ютубу, то ли ему самому. Но я думаю, что все-таки ему самому. И учитывая то, что у него такая неплохая блогерская зарплата от 4 тысяч с половиной долларов. Да, я не сказала. У него легкий контент, в который Ютуб ставит более дорогую рекламу. Ну, то есть, если я, допустим, запилю видео про то, как делать сыр, то мне Ютуб поставит дешевую рекламу. Мое видео будет стоить меньше. А вот на такие видео, как у него, развлекательные, он ставит более дорогую рекламу, потому что видос такой, знаете, легкий для восприятия. Кстати говоря, на таких видео мне очень нравятся комментаторы. Они тоже такие легкие, без всяких заморочек. Они не ищут никаких подводных камней. Ну, то есть, комментаторы, ну, вот просто, вот прям вот конфетки, вот золотинки. Очень хорошие комментаторы. Они просто, вот знаете, вот развести в кушу, смотрят и все. Да замечательно, серьезно, доброжелательно. Такая атмосфера. Класс. Мне такие комментаторы очень нравятся. И зрители. То есть, они никуда не роют, не вспоминают, как мы жили при коммунизме. Да вот ты знаешь. А что, ну, в общем, вы сами знаете, что могут вам договорить. В общем, такие комментаторы заядлые. Вот, комментаторы обычно на таких каналах просто, ну, просто прелесть. Так, что дальше? Итак, подписчики у него прибавляются с хорошей скоростью. Тысяча в день, где-то так, даже побольше, больше тысячи в день. Ну, это вот тоже, то есть, на вскидку то, что я могла посмотреть в такой, в общей доступной статистике. Итак, и вот это его последнее видео. Солонина из бекона. Что же показывал Стас Аскет? Да, кстати, я подумала, что, скорее всего, вот это его халупа, из которой он все снимает, это студия. Вот это база, с которой он якобы все тащит. Ну, это тоже такое, какое-то мифическое место для того, чтобы сделать контент. Ну, возможно, что-то он, да, притаскивает там. Ну, вот эти вот фены такие непонятные. Телефоны, да, это действительно выброшенные вещи. Что-то он, наверное, в таких количествах. Ну, там люди писали, покупает на барахолке для контента. Я не знаю. То есть я посмотрела, можно сказать, полтора его видео, ничего не могу сказать, и поэтому, как бы так, тут навскидку. То есть мои первые впечатления. Я зашла к блогеру на канал, смотрю видос, ну, и говорю, чего я про это думала. Итак, я повторяю, что он украинец, и у него есть легкий акцент. Причем парень молодой, но это, ладно, вроде как к делу не относится. Вот, про базу, значит, я особо не верю, про это я сказала. Ну, и так, с чего начинается его видео? То, про, то, значит, как он делал солонину из бекона. Так, показывает он первым делом, что нашел он два телефона, бэушных, выброшенных. Стал он их реанимировать. Достал зарядки, у него целый мешок зарядок. То есть, понимаете, ну, вы сходите, я вам оставлю ссылку на канал. В общем, там вообще... Там халупа халупная. Вот, из всего такого бэушного, короче, выброшенного, с заброшки. Я, опять же, еще раз говорю, я не смотрела полностью его канал, где все это выстроено. В общем, я без понятия. Тот, кто знает, напишите. В общем, короче, он достал в этой заброшке полный мешок зарядок бэушных, тоже когда-то выброшенных. Нашел из них одну годную, вот в такой куче поковырялся. Короче, нашел годную, сказал, что она заряжает любые телефоны. И поставил эти два телефона на зарядку. Ну, вы меня простите, одна была Моторола, вторую модель телефона я вообще не помню. Ну, и, в общем, когда они у него отказались заряжаться, он стал рассказывать про какую-то мифическую бабу. Ну, звали ее Галя. Галя, Галя, друзья. В общем, я даже записала, какой звали. Ну, что-то я вот подзабыла, где у меня это записано. В общем, короче, он сказал, что выменил у этой Галли на паштет вот эту вот слонину, свинину. Вы знаете, вот люди там пишут, что она свежая. Но я как-то не верю, что такую свежую свинину могут выкинуть. Сто процентов она с душком. Ну, какой дурак будет выкидывать свежее мясо, друзья? Нет, это нереально. Вот. И вот это, значит, бешеная Галя, полная дура. Ну, потому что она якобы принесла 50 килограмм свинины откуда-то на стол, вывалила и, значит, согласилась с ним поменяться на паштет в железных банках, в консервах. Когда он говорил, что эта Галя полная дура, я подумал, что эта железная Галя, наоборот, очень умная женщина. Потому что кому нужна тухлая свинина, которая вот-вот тронется, естественно, как умная женщина, она выменила ее на паштет. Он хоть баночки и помятый, но, во всяком случае, они, ясное дело, что будут храниться, понимаете? То есть она поступила очень умно. А отдавать такой, как бы, запас, неприкосновенный запас, воинский запас паштетов в обмен на тухлое мясо, которое вот-вот стухнет, ну, это прям, знаете, какой-то непонятный для меня ход. Кроме того, когда он сказал, что он все это дело посолит, я так, как я колбасник, я поняла, что делает он это неправильно. Он, конечно, сильно рискует здоровьем, какой-нибудь ботулизм подхватит, знаете, игрушки-игрушки для контента. Но, тем не менее, это дело опасное. Есть такое непроверенное мясо, тем более свинину. Вот. Я бы ему порекомендовала найти на своей свалке нитритную соль. Если уж он солит этот бекон, то мешать поваренную соль пополам с нитритной. И тот бекон, который он солил в конце видео в этой эмалированной, ну, такой, древней кастрюле, он будет резиновый, друзья. Если его не обработать никаким таким термическим способом, то после посол он будет резиновый. Его не угрызешь. Жевать его можно. Я солил такой бекон, я знаю. Жевать его можно, как жвачку. Как бы выживал, вкус с него выживал, а потом вот так взял и выплюнул. Потому что это будет резиновое мясо. Я вам точно говорю, если, конечно, его не отварить, не обжарить и так далее. Не подверг никакой термической обработке. И он с такой уверенностью говорит, что соль убивает все бактерии. Да хрен ты угадал, дорогой. Пока ты не будешь пользоваться нитритной солью. В общем, этот Стас, конечно, жутко рискует своим здоровьем. Ну, это как бы вот мои впечатления от этого видео. Но нигде не указано, что он это будет есть, как бы и не видно, понимаете. Засолил, потом кому-то отдал, либо выкинул в овраг. Такое запросто может быть. Никогда не поверю, что блогер с такой зарплатой, ну, в общем, будет все это питаться всем тем, что он наготовит всерьез. Но для контента сойдет годный, потому что смотреть на это дело интересно, понимаете. Вот эти вот все выживальщики, вот эти вот все, которые покупают какую-то заброшку, что-то там пытаются сделать, но на это интересно смотреть. Я не знаю, почему, почему так человеческая психология устроена, ну, вот как-то вот, не знаю, очень уж людям интересно смотреть, как человек попадает в какую-то такую неприятную ситуацию, то есть, ну, полностью, полностью в нулевую, под ноль его, когда у него ничего нет, кроме вот этого вот инстинкта выживания в какой-нибудь норе. И вот он пытается с этого дела выпрыгнуть. Ну, на это всегда интересно смотреть. Соответственно, на этом пилят контент. Итак, о чем же было его видео? Ну, так вот, телефон он поставил на зарядку. У меня, конечно, вопрос сразу возник. Че он ставит телефон одной рукой, другой рукой держит вот этот телефон и снимает? Че он штатив-то себе не купит? Ну, это же неудобно. И потом, еще раз говорю, там просмотры неплохие. Пора уже ему на свалке найти штатив. Передайте от меня ему, что ему нужен штатив. На Украине, в Украине 100%. Пусть купит на Озоне, скажет, что нашел нас на свалке. Штативчик ему абсолютно не помешает. Если, допустим, брать во внимание, скажете, что эту зарплату, которую ему назначает YouTube, он не тратит на себя, но у меня опять вопрос, а куда он ее девает? Почему, значит, он живет в такой халупе? Кроме того, что это студия, кроме предположения, что это просто студия для съемок, у меня ничего нет. Иначе возникает вопрос, куда он девает деньги. Как бы золото на нем я не увидела. Может быть, я не знаю, может быть, в Украине до сих пор не перевелись ракетиры, может быть, платит какую-то дань, либо должен, о, погроб за ипотеку какую-нибудь, или за автокредит, и отдает денежку туда. Но, в общем, вопрос остается открытым. То есть, я считаю, что вот эта вся его халупа, это просто студия для съемок. В принципе, ничего плохого я в этом не вижу. Я открыл еще какое-то видео, вижу, что он выходит за дверь, там лежат вот эти вот дрова. Ну, а что, достался домик от кого-то. Почему не запилить на нем годный контент? Ну, даже запросто. Короче, это составило эти телефоны заряжать и сказал, что пошел на сделку. То есть, потащил вот эти вот, ну, он показал, что он пошел, вернее, сказал, что он пойдет на сделку. Загрузил в грязный рюкзак вот эти вот паштеты в таких вмятых банках, досунул туда же фен для этой Гали. Вот, ну, как бы бонус, потому что она ему тоже мясо бонусом дала. И сказал, что он пойдет, в общем, все это дело относить. Я не знаю, показывает ли он своих знакомых или не показывает. Но, во всяком случае, в этом видео я ничего такого не увидела. Просто было обозначено действие для зрителей, что я пойду относить. Ну, как бы, а куда он все это будет относить? И будет ли относить? Или, может быть, после того, как он камеру выключил, он все это благополучно вывалил с собаку, а может быть, в овраг? Ну, то есть, это как бы тоже тайно покрытое мраком. Так, ну, что там дальше было? Я уже вам сказала, что я очень боюсь, что он траванется. Наточил ножик потом. Показал кассеты, которые нашел якобы на этой базе. Когда вообще он речь завел про эту базу, когда я еще видео не смотрела, он так на слух его, я думала, что эта база какая-нибудь оптовая. Ну, нет, это либо какая-то свалка такая общегородская, либо, я еще раз говорю, какая-нибудь барахолка. Вот как правильно люди пишут в комментариях, где можно купить все, что угодно. Ну, и все, и все. В принципе, видео, вот эту большую часть видео, он делал вот эту солонину. Ну, порезал это мясо на кубики, сложил еще раз в кастрюлю, посыпал солью, сказал, что получится вот такой вот цимус, чему я лично не верю. Я еще раз вам говорю, что получится резиноподобная фигня. Вот как-то так. Без термообработки это сало будет невкусное. Ну, а с другой стороны, контент был показан. Смотреть на это было интересно. Комментаторы все довольны, зрители счастливы. Вот как-то так. Вот такой у меня обзорчик. Настас Аскет получился. В принципе, мне он понравился. Я и дальше, если вы хотите, буду делать обзорчики на его видосы. Ссылку на него я оставлю вам. Ну, и все, в принципе. Я сказала все, что хотела. Да, в конце видео он показал, что один телефон его зарядился, другой полностью мертвый. Ну, а тот, который зарядился, то потухнет, то погаснет. Ну, в общем, непонятно, что он с этим делать будет. Ну, и все. То есть больше в этом видео ничего не было. Он показал, что принес телефоны, заряжал, зарядился и посолил сало. Больше я рассказал историю про какую-то мифическую Галю Дуру, которая согласилась менять свинину на паштет. Ну, вот как-то так, друзья. Всем пока.